Многие сейчас подумают, бегать это геморрой, аккумулирование энергии, для чего вообще нужно худеть, эффективность это ключевое слово, витамин С это просто космос, кардио 500 калорий, да мне это не надо, выйти на новый уровень, вам это надо, ребята. Друзья, смотрите, вчера я взвешивался, я был 96 с половиной, сегодня я уже вешу 95 килограмм, за один день ушло полтора килограмма, сейчас пойду в зал, то есть сразу же второй раз подряд буду заниматься, буду делать то же самое, кардио 500 калорий, разминку, отжимания, моя задача к выходным дойти до 90. Настен, ну че как? Дыши, дыши, дыши. Настена качает паравертибральные мышцы спины, забыл как называется. Что? Вот это. Гиперстензия. Да, гиперстензия, это паравертибральные мышцы спины. И попа. И попа. Почему я вообще начал заниматься спортом? Я потратил где-то, ну, год-полтора просто вот именно на это. Мне нужна была новая энергия, и я хотел измениться. То есть я хотел стать другим человеком, выйти на новый уровень, быть более эффективным. То есть аккумулировать энергию, не быть размазнёй, не быть человеком, которому всё лень, который лучше поспит и ничего не сделает, и п***ёт в своей жизни всё. Нет, я таким не хочу быть, и именно поэтому я начал всем этим заниматься. И теперь делюсь с вами. Псета джамани. Псета джамани. Псета джамани, ребята, под наклоном. Это то, что прокачивает ваши сиськи. Желательно делать глубже. Тут важно смотреть вперёд, не вниз, а вперёд. Нужно дышать. Каждый раз вдох-выдох. Также есть джамани разные. Можно делать вот такие. Раз. Например, для более прокачки нижней части груди нужно ладони в разные стороны. Вот так вот. Ну, в узком, точнее. Вот так положение. Вот так выгибать ладошки. Друзья, смотрите, очень важно это растяжка. Я тянусь просто так. Подхожу к какому-нибудь углу и тянусь. После отжиманий обязательно нужна растяжка, чтобы порвать мышцы. Для того, чтобы они росли. Чтобы они росли, нужно употреблять протеин, белок. Лучше растительное, конечно. Одна ложка должна быть растительных белков. В данном случае я ем кинуа. Когда тянешь вот так сверху, это тянется грудь. Когда тянешь вот так среднячком, то это тянутся руки. Но, конечно, тут очень важно фокусировать на то, что ты тянешь. И очень важно направлять мысли в эту мышцу. Вот так спина тянется. Вот так вот. Я раньше не тянул спину, но потом понял, что это необходимо. Осталось найти девочку, которая занимается йогой, чтобы каждый день с ней делать растяжку. Некоторые люди очень злятся на это упражнение. Выявляют количество злобы. Что ты сейчас будешь делать? Растягивать ноги. Растягивать ноги? Покажи. Ну, вначале я начинаю с этих. Просто тяну ступни. Потом вот так вот просто не зеленая. И, соответственно, вот так вот тяну. Потом бабочку делаю. Вот. Ага. Ну и тянем. А почему тянем животом? Грудью не вниз, а животом вот вперед. Просто вот эту ногу уворачиваешь, как только можешь. Ага. Еще некоторые люди ее прямо вот сюда, но это я не могу. И тянешь. Ну вот, ножки в сторону. Тянемся к ним. Потом открываю вот эту часть. И тянем. Дышим все. Побежал 6 километров сегодня. Чувствую себя отлично. Так как я бегаю практически каждый день, поэтому я не бегаю 10 километров там или 15. Я бегаю по 6 километров. Так остаются силы, и этого у меня достаточно. Сейчас самый оптимальный вариант. Как ты дышишь, расхожа дыхание? Медленно. Медленно? Чувствую, обоишься как он. То есть главное чувствовать мышцы? Тут она самая известная. Причем самое главное, чтобы вот эта грудь, она прошла вот вверх. Вот ты погибаешь. Ага. А здесь, когда ты прогибаешься, не важно, как ты прогнулся, а важно, насколько ты плечи именно раскрыл, понимаешь? А, 5 раз. И пятерочка растяжки. Ага. А, еще спину можно протянуть хорошие. Ноги внизу. Подтягиваемся животом и держим. Потом прижимаем к животу, коленку, к груди. Опускаемся, выпрямляемся. И так 5 раз с утра. Вместо кофе можно сделать 5 штук. И все, сразу просыпаешься. То, о чем я и говорил. Зарядка с утра, 15 минут, это очень важно. Это прям даст вам сил на весь день. Настя, спасибо тебе большое. Вот так. Пожалуйста. После тренировки дальше в моем рационе белый грейпфрут. Грейпфрут не равняется апельсину. Апельсин это сладкий фрукт, не очень полезный. А грейпфрут, то, что он горьковатый, вот это очень круто. Вот эта белая штука очень полезная, считается клетчаткой. Но на самом деле я ем вот эту вот внутрянку. Он отлично восстанавливает силы. Витамин С это просто космос. Ешьте грейпфрут каждый день. Для чего вообще нужно худеть? Вот многие скажут, да мне это не надо. Вам это надо, ребята. Если вы хотите больше прожить, меньше болеть. И третье, повысить свою осознанность. Занимаясь спортом, вы как бы очищаете организм, выводите все лишнее. Ваши мозги начинают работать на другой частоте. То есть ваши мозги начинают очищаться от плохого. Сигарет, алкоголя, плохих мыслей. У вас начинает нормальным образом функционировать башка. То есть вот это важно. С утра я моюсь теплой водой, даже иногда чуть-чуть горячей. И потом я делаю ледяной душ, обливаюсь. Тем самым вырабатывается кортизол, гормон стресса. И он способствует выработке тестостерона. То есть тем самым я закаливаюсь, прокачиваю себя. Кожа должна получать влагу, то есть насыщаться. Помимо получать влагу внутрь, еще и получать снаружи влагу. Когда вы делаете перебаты температуры, горячее, холодное, разгоняется метаболизм. Массаж это вообще ключевой тоже момент. Это вот как знаете, есть питание, режим, активность и массаж. Именно спортивный массаж, да. Тот, который помогает вам все тело ощущать. Если вам массажируют и делают массаж, и у вас какие-то боли, это звоночек и явный признак того, что нужно работать над этим местом. Мы как раз поедем сейчас в следующие месяцы в Таиланд. И я запишу вам отдельную историю про тайский массаж. Если нет под рукой у вас массажиста, тогда можно делать вот так. Хорошая штука, но девушкам нельзя, у которых, знаешь, у которых вены приступают. Лучше не делать, девчонки. Делайте массаж. Друзья, сегодня в рационе, в принципе, то же самое, что и вчера и позавчера. Это киноа. Ребят, я вчера не записывал видео, но я сварил кастрюлю киноа. С тофу и оливковым маслом. И овощной салат. Здесь мы видим шпинат, красный перец, томаты черри и огурец. Друзья, если у вас каких-то ингредиентов не хватает, это не проблема. Нужно просто логику соблюдать, что вот одна, как бы, плошка должна быть растительных белков. Там, зеленая греча, например. Коричневая уже не особо катит. Но если нет зеленой, на крайняк ешьте коричневую. Не настолько полезно, как бы, как зеленая. Зеленая больше содержит полезных веществ. В данном случае я ем киноа. Но в России киноа дорогое, поэтому заменяйте его. Чечевица остается. Рис, бурый линут. И овощи, и зелень. Самое важное это зелень. Потому что именно она помогает перевариваться вот белкам и растительным, и животным. То есть в комбо вот это вот сочетание киноа и овощного салата, или там гречи и овощного салата, очень хорошо работает. Есть люди, которые занимаются спортом, следят за своим здоровьем, правильно питаются. Чтобы стать такими же, нужно делать то, что делают эти люди. В разных направлениях. Не только есть именно то же самое, что они едят, а еще посмотреть в целом, что они делают. Во сколько они встают, куда они ездят, с какими людьми общаются. И постараться окружить себя большим количеством этих элементов, таких же, как у них. Найти человека в своем круге, да, какого-то такого авторитета и брать с него пример. Или просто смотреть на несколько авторитетов, они могут быть даже в интернете. Вместо того, чтобы смотреть тупые ролики, смотрите людей, которые занимаются спортом. Каждый день, если вы будете смотреть два ролика на тему здоровья и спорта, каждый день, не пропуская, то вы очень много сделаете в сторону повышения своей осознанности, повышения качества своего здоровья. И намного быстрее придете к поставленной цели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!